ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Лига Бро ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Существуют проблемы, даже просто тренироваться в нашем городе Барнауле И проект Лига Бро помогает выявить молодых футболистов и дает шанс им себя проявить Ну то есть такого турнира в Крае у нас нет? Я правильно понимаю? Да, даже я думаю не в Крае, в России такого нету в плане того, как к ним подходят к организации профессиональной То есть сейчас даже вопрос идет о том, чтобы не только футбольный турнир проводить, но и снимать его чуть ли не с 8 камер То есть это трансляция уровня РПЛ И делается это для того, чтобы потенциальные скауты, потенциальные, так скажем, профессиональные клубы, которые могут в принципе отслеживать игроков Кому это интересно Интересные именно игроки, они могли следить за ними непосредственно Онлайн можно сказать Да, онлайн можно сказать, смотреть обзоры и так далее И при необходимости, если кто-то заинтересует, уже могли приехать вживую посмотреть Ну я так понимаю, это социальный проект, где молодежь может играть, да? Где любой желающий может, получается, сыграть? Или как там правильно? Да, абсолютно верно, Кирилл, любой, во всяком случае, футболист, да, который может прийти в команду То есть, вот сейчас у нас еще будут проекты различные, там, и на новобранец, к примеру, когда даже, то есть, много, скажем, ребят молодых, перспективных, которых просто, но их просто не замечают, скажем То есть, может, допустим, учиться в университете где-то, его никто никогда не увидит И а вдруг выстрелит, да? Да, допустим, как бы, Лига Броуд как раз дает эти возможности Как пришла идея-то создать этот турнир? Ну, оно родилось, как бы, не в один день, наверное, как бы, то есть, трудно было реализовать, в связи с тем, что не было таких условий, как на сегодняшний момент А про условия это Манеж, Темп, который был относительно недавно построен и открыт, да? Именно там проходит турнир? Да, абсолютно верно То есть, и вот если много разговаривали, если взять, допустим, проблему всей вот России, то есть, что у нас на сегодняшний момент у нас школы выпускают 40 тысяч выпускников То есть, каждый год в России выпускается 40 тысяч выпускников И по факту получается так, что школа, то есть, расстается с каким-то молодым человеком, да, допустим, 16 лет он тренировался долго То есть, он не может, допустим, вытеснить из состава взрослого человека Опять же, профессиональных клубов-то не так много остается на карте страны Да, не так много, и, как правило, там уже остаются такие уже довольно крепкие футболисты И вытеснить его из состава сложно То есть, ему нужно образ нога еще несколько лет, а с ним школа расстается, и пацан теряется То есть, вот Лига Бро как раз дает, как бы, возможность продлить это, вот, как бы В ноябре запускается второй по счету турнир Чем он будет отличаться от первого? Рассказывайте, в чем будут нововведения? Ну, вообще, в принципе, он такой, можно сказать, мы попытаемся, попытаемся произвести, так скажем, революцию, да, в этом моменте Потому что, в принципе, сейчас этот проект держится на энтузиазме людей, которые его создали по большей части То есть, как таковой, у него, ну, проблема схожая с, не знаю, с профессиональными лигами Где у нас, в принципе, то есть, все датируется там за счет каких-то различного рода господдержки и так далее В принципе, практика показывает, сейчас даже тут недавние примеры, как вот сейчас, допустим, в Новосибирске у нас сибиряк, да То есть, тоже где-то там государство поддерживал, поддерживал, в один простой момент оно может перестать поддерживать То есть, это, в принципе, такая порочная практика, в любом случае, спорт, он должен когда-то у нас становиться с привлечением спонсоров коммерчески и так далее То есть, это, бизнес должен понять, что, в принципе, в спорте можно, ну, не принудительно, да, туда, как-то, я не знаю, там, деньги выделять, да А то, что можно, в принципе, как-то это использовать в целях своей выгоды коммерческой Вот, потому что, в принципе, очень много можно реализовать идей, участвуя вот в качестве спонсоров каких-то профессиональных клубов Либо, как в нашей части Лига Бро, потому что, в принципе, мы, вот, мой приход и был связан, да, в этот проект То есть, в принципе, надо было решить, как вот заняться привлечением спонсоров и так далее Вот, то есть, мы, действительно, 2-3 месяца мозговых штурмов у нас было Мы думали, продумывали, как это все можно сделать И, в принципе, вот сейчас у нас в данный момент готовится презентация такая, ну, в принципе, для потенциальных спонсоров Потенциальных спонсоров Лиги, команд и так далее, где, в принципе, мы предлагаем все выгоды, которые мы можем, в принципе, предложить Ну, естественно, естественно, любому спонсору, рекламодателю, да, если мы здесь говорим о том, что это какого-то рода реклама, да, спорт и так далее Естественно, ему интересна аудитория, целевая аудитория, так скажем, да, то есть, антураж и так далее То есть, все вот эти вещи И, соответственно, здесь стоит сейчас цель с этого сезона, начиная сделать, во-первых, Лигу Бро, да, таким центром притяжения молодежи То есть, мы хотим, чтобы реально у нас на каждом туре был биток, чтобы за нами следили онлайн, оффлайн и так далее Идеи очень много, в принципе, они сейчас на бумагу все выложены, осталось их реализовать Что аудитория там может посмотреть помимо футбола? Как будете завлекать? Рассказывайте Матч Дэй! Матч Дэй, да, в принципе, мы хотим, вообще, в принципе, у нас тут идея грандиозная То есть, мы даже вот, когда Константин Рудольфович Болотон, который, собственно, основатель, да, этого, ну, и Манежа, и Лиги Бро Мы, у нас идея есть, там, даже пригласить, там, вплоть до какого-то молодежного, там, так скажем, кумира Калибра Юрия Дудя, да, там, то есть, вот таких людей Есть ли примеры игроков, которые действительно выросли в Лиге Бро и стали профессиональными игроками? Наверное, будет громко сказано, что выросли, прям, что мы вырастили, вот, взяли и за год вырастили Конечно, нет, но, скажем, которые уже были потеряны для футбола Вот даже если возьмем наш, вот, Барнаульская «Динамо», то вот вернулись, если вот Гребенкин в составе играет, там, Покроев Ряд игроков, которые вернулись в большой футбол, то есть, как бы, уже даже с первого года уже есть уже результаты То есть, я уже не говорю про тех, которые уехали куда-то в другие клубы, то есть, уже, там, с команды девчин, как пример, то есть, подписали контракт Ну, раскрылся-то Егор Бродников, насколько я знаю, вратарь, который сейчас подписал контракт с футбольным клубом «Динамо» Барнову, правильно? Ну, опять же, призываю вас, то есть, не позиционировать так, что мы их вырастили, скажем Их показали Да, 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 я понял Показали, да Вот он он, вот он он, посмотрите Ну, он действительно раскрылся Ну, я, как тренер вратарь, не люблю такие разговоры, потому что раскрылся, не раскрылся, то есть, как бы, рано говорить, что в 17 лет ты уже раскрылся Как бы, ты еще работа непочатая край Что понравилось-то московским чиновникам из РФС? Естественно, понравилось то, что это молодежная лига, делается на таком уровне, то есть, все это показывается, как говорится, ну, то есть, вот, не на телевизоре, но в Ютубе, по крайней мере, собирают сотни тысяч просмотров Вот, Александр Валерьевич не говорил, да, еще, но там, вот, допустим, есть уже скауты, которые, нет-нет, да, посматривают Подглядывают, подглядывают Да, то есть, вот, в Балтике, да, Александр Валерьевич, по-моему, говорили В Балтике, ну, это я знаю точно, о котором мы знакомы Да, точно, да То есть, вот, в этом году Липин ездил на просмотр, то есть, именно Томске, я знаю точно, 100%, что за ним следили именно по Лиге Бро Вот, то есть, здесь же эта идея состоит в том, чтобы сделать такой, так скажем, переходный, да, вот этот момент, вот, когда мы говорим о том, что из Дюши люди теряют Из детской школы до профессионального клуба Да, 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 показываем, и, соответственно, то есть, представляете, сделать такую лигу в каждом городе То есть, для города, в принципе, это, ну, затраты небольшие, копеечные, но эффект может быть, понял, очень хороший Естественно, это, как бы, люди так Вроде простая идея, на самом деле, но нужны туда средства, нужны энтузиасты, которые это начнут поднимать, да, и спонсоры, естественно, потому что это в любом случае надо делать И в любом городе это сделать, потому что, ну, очень много людей теряется и завершают свою карьеру, да, или, там, играют по любителям, хотя, ну, не реализовались как профессионалы Ну да, есть такое Александр, вам вопрос В будущем-то возможно создание на базе Лиги Бро команды Третьей Лиги, как минимум? Ну, я бы не хотел бы забегать вперед, конечно, то есть, эта тема, допустим, сложная То есть, нужно понимание, нужна ли она, допустим, как бы, вообще для Лиги Бро То есть, если брать в масштабы города, то у нас есть команда КФК То есть, нужна ли нам в городе две команды То есть, очень много моментов таких, которые на сегодняшний момент, но я не готов сказать, допустим, будет она или нет Ну, спасибо То есть, не могу сказать не нет Спасибо Спасибо вам большое, спасибо Побед вам и реализации мечт, и желаний, и идей Спасибо большое Я напоминаю, это была программа «Наше время» До новых встреч, пока Субтитры создавал DimaTorzok